Их приманки повсюду, мошенники не дремлют и продолжают обдирать до нитки белорусов. Для завладения чужими деньгами преступники по-прежнему прибегают к фишингу. Как не попасться на крючок? Могилевские таможенники выявили очередную незаконную попытку вывозки, куда направились 40 тонн груш. Три за неделю в городе и районе полыхали постройки. Спасатели Бавруйска напоминают, что продолжается отопительный период. Почему важно помнить о простых правилах? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Мошенники идут в ногу со временем и продолжают находить новые способы аферы. Несмотря на это, фишинг не теряет своей печальной актуальности. Основная цель – получение доступа к конфиденциальным данным пользователя. Киберпреступники готовы идти на любые уловки. Создают страницы клоны, популярных сервисов доставки, банковских учреждений или ресторанов, меняя при этом в доме не одну букву или подставляя символ. Затем с помощью инструментов продвижения выводят поддельные сайты в топ. Поисковых системы ждут ошибки потенциальных жертв. Бывает такое, что от лица девушек знакомятся с мужчинами и в ходе общения предлагают пойти в театр или кино, высылая фишинговую ссылку для покупки билетов. Чтобы не попасться на уловки, следуйте простым правилам. Не проводите онлайн-платежи с основной карты. Для расчетов в интернете заведите другую банковскую карту и пополняйте ее только на сумму, необходимую для оплаты. Обращайте внимание на написание адресов интернет-ресурсов, которые запрашивают персональные данные либо реквизиты карты. Если не вестись на ухищрения, следовать правилам можно не только избежать проблем, но и сохранить свои кровные. Иллюзия выигрыша. Житель Бобруйска вместо прибыли остался с долгами. Местный житель стал жертвой лжеброкера. Он отправлял денежные средства на счет мошенника. Собеседник пояснял, деньги работают, приносят прибыль, но необходимы вложения. Для этого потерпевший брал в долг большие суммы у знакомых и оформлял кредиты в банки. В течение месяца злоумышленник присылал скриншоты из финучреждений, где якобы находились 25 тысяч долларов. В скором времени о происходящем узнала дочь заявителя. Она убедила отца обратиться в милицию. В социальной сети Бобруйчанин откликнулся на рекламу о заработке на криптовалютной бирже. С ним связался мужчина, который предложил услуги по выгодному сопровождению сделок. Он убедил потерпевшего установить программу удаленного доступа, перевести около 300 рублей для начала работы, а позже уговорил переводить более крупные суммы. В результате Беларусь лишился около 35 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники Могилевской таможни предотвратили попытку вывоза 40 тонн груш. Две фуры в ходе спецмероприятия остановили на участке трассы Р-15. Внутри больших грузов находились фрукты, судя по маркировке коробок, с польской пропиской. Необходимых документов при себе у водителей не оказалось. Общая стоимость партии – 350 тысяч рублей. В отношении перевозчика, которому принадлежали грузовики, начат административный процесс. Ему грозит штраф до 50% от стоимости товара. За минувшую неделю сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям и ликвидировали ряд пожаров. С 12 по 19 февраля в городе и районе произошло три возгорания. Огонь повредил имущество и помещение по улицам Цветочной и Масловского. В деревне Панкратовичи при нарушении правил эксплуатации печей пламя частично повредило перекрытие. Все пожары были ликвидированы спасателями вовремя. Пострадавших нет. Спасатели Бобруйска напоминают, что продолжается отопительный период. Будьте особенно внимательны с теплогенерирующими аппаратами и печами. Не перекаливайте их и не используйте неисправные обогреватели. В жилых комнатах домовладения установите автономные пожарные извещатели, которые разбудят человека и спасут жизнь. С начала года в Бобруйске произошло 12 возгораний. Сотрудниками службы спасения эвакуировано 11 человек, один погиб. Это была «Сирена». Но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. И Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok